Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Позвольте мне в первую очередь поздравить вас с наступающим Днём Победы! Великий праздник для всей страны, для всего народа, чтобы одержать Победу над всей Европой, которая объединилась вокруг Германии тогда. Надо было действительно напрячься, так что с праздником вас! И кстати, кстати, вот смотрите, жизнь это такое явление, что в ней бывают периоды, когда надо напрячься для того, чтобы своё существование, свою жизнь, свой успех застолбить. Не хочу сказать, что защитить от окружающих, а вот именно застолбить и показать, что вы вот достойны. И кстати, и кстати, вот смотрите, Горный Мачо пишет. Здравствуйте, в последнее время частенько оставлю ваше видео на фон как лекцию. И сделал вывод, что вы являетесь для меня неким наставником, так как дедов живых у меня нету, а отца я не помню, равно так же, как и он меня. Следовательно, житейской мудрости набираю сам успехов вам и прошу вас чаще записывать видео о жизненном опыте. И как раз я сегодня, ещё разок, знаете, вот в свете вот этих всех медитаций и, так сказать, марафонов желаний, я немножечко освещу это с другой стороны, свой собственный опыт. Роза Данишева. Не могу не написать комментарий. Талантливый человек во всём талантливый. Это я сделал лихачиху, поделка из дерева. Я уже забыл. Да, знаете, мне нравилось вырезать и у меня получалось вырезать. Ну, можете посмотреть, что из этого вышло. Она же продолжает. Спасибо за откровенность и искренность. Вы очень многосторонняя личность. Очень интересно вас слушать и учиться у вас. Благодарю. И вот, так сказать, на этой, на этой, так сказать, ноте я вам ещё немножечко расскажу. Знаете, у меня родилось видео, а разве так можно? Помните мультик про Шрека? По-моему, третий. Когда, значит, он там среди этих Шреков ходит, один так берёт. Ну, он нажал и через душу так. И он, о, а разве так можно? Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать. Вот, для того, чтобы, знаете, разобраться с каким-то феноменом, я не просто там послушал одно, послушал другое, пятое, десятое. Я стараюсь создать цельную картину. Это вот как раз касается марафона желаний. Вот, как, что идёт, что там получается и так далее. То есть, есть отзывы там очень положительные. И, кстати, я здесь на канале откликнулся человек, который говорит, да у меня тут практически всё получилось, кроме здоровья. И другие, которые говорят, да, ничего там не получилось и так далее. В своё время я говорил, что можно жизнь свою сложить как песню. И вот, смотрите, как раз вот, слушая вот эти марафоны желаний, там поучения, а вы знаете, я вам приводил вот эти вот, ещё до этих марафонов желаний, я вам приводил, вернее, меня интересовал опыт успешных людей. А за что, за счёт чего они становятся успешными, а ты вот такой-сякой. Естественно, я повторюсь, всё началось с того, как я начал заниматься тяжёлой атлетикой. Ну вот, такие же ребята почему-то поднимают больше, а дальше, допустим, другие люди поднимают больше. Ну, за счёт чего, вот за счёт чего. Чем я их хуже? Я задавал себе вот такой вопрос, смотрел на них, как они делают, грубо говоря, копировал, то есть всё, пятое, десятое, и кое-что начало получаться. И вот, значит, дальше, 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 больше. Вот, значит, как раз я слушал последние, там, ну, в смысле, по видео, просто мне последние достались, Леночке Блиновской, там, её, как бы, лекция. И вот она там, в частности, рассказывала про одну художницу, про писательницу, которая вот этого, Гарри Поттера написала, потом ещё про одного там дядьку, и про другого дядьку, и так далее. Что, мол, вот у человека должна быть мечта, и к этой мечте должна быть смелость, чтобы её осуществить. То есть люди, как правило, особо в себя не верят, они не сталкиваются с разного рода, как бы сказать, вот, с творчеством, как копнула Леночка. Она, молодец, молодец, надо посмотреть, то есть в кучу там собрала и сложила вот это вот, всё это дело. Ну, немножечко вот о себе. Так вот, смотрите, для того, чтобы, это уже свой собственный опыт рассказываю, для того, чтобы вот осуществить какое-то своё желание, ну, в тяжёлой атлетике, допустим, я занимался, занимался, там, занимался, так, как всё, ну, что вышло, то вышло, да? Я уже много раз говорил. А вот дальше, дальше, когда я начал разбираться со своим здоровьем, и увидел, как это можно сделать, с помощью чего, я организовал клуб «Бодрость», где там как раз печёнку там чистили, где мы учились есть, Серджио, это тебе, учились есть, люди приносили свою, значит, еду раз в неделю. И я смотрел, что там они сделали. Некоторые лишь бы вкусно было там, намешали, мешали, но я говорю, нет, это не пойдёт. То есть на практике всё это обучалось там. И дальше, знаете, вот встал такой вот вопрос. Я уже работал, это где-то 90-91 год, ну, я немножечко раньше, я уже работал начальником спасательной станции, более-менее хорошая зарплата, сам себе там начальник и так далее, и время есть, и, как говорится, живи, почему бы и не жить. Ну вот, чувствую, что вот это что-то не то. Ну вот не то, и, как бы сказать, вот я хочу, значит, больше заняться, значит, пропагандированием через книги, через лекции здорового образа жизни, как я его понимаю. Потому что я ж... Почему вы ещё на канал ко мне приходите? Потому что я вам его разжевываю, что это вот так действует, это сяк действует. И всё это основано на... Просто на физиологических законах, на анатомии, как работает организм. То есть ничего такого нету. Всё это известно, но почему-то не все хотят это знать, это изложить, а какую-то ерунду там порят и так далее. Ну вот, короче, смелость. И мне потребовалось, знаете, вот сделать такой вот смелый шаг, чтобы рассчитаться с работой начальника спасательной станции и, как говорится, погрести в самостоятельное плавание. Что будет, как будет. А у меня жена, жена, правда, работала, и двое детей уже, и сыночек, и дочечка есть. И они ещё тут малолетние, там, в школу ходят, то и сё. Вот как, как это всё делать? И знаете, вот этот вот действительно сложный такой поступок, и он должен быть смелый. Вот вы должны какой-то смелости набраться для осуществления вот именно своей мечты. Вы можете свою мечту предать, и всё там вот, к чему у вас душа лежит, и вы можете по ней так пойти. Принесёт она деньги, не принесёт. Ну, насколько я там напечатал тогда брошюрки, насколько это, оно приносило доход. Нормальный доход, жить можно, и вот, как бы сказать, хотелось. Но дальше, дальше, как говорится, дальше что будет. И вот я сделал первый шаг в своей жизни, такой самостоятельный. Это, значит, взял ответственность за свою жизнь, целиком, не за здоровье, целиком. На себя я рассчитался. Где-то в девяносто первом году с работы, и целиком погрузился в это. То есть я и писал книги, я и печатал их сам, в смысле давал в типографии, я их и распространял. И я по ним же, и более того, и занимался. То есть для того, чтобы вот это всё, знаете, описать с понятием, ты должен это пропустить через себя. Вот так он у меня вышел. Кстати, тоже Леночка Блиновская сделала в своём, так сказать, марафоне желаний. Она это не просто так сделала, знаете, ух ты, бух ты. А она говорит, пять лет я там пробовал это всё, что, как там работает, и так далее, и так далее. Вот, ну это так, параллели, будем говорить, параллели. А таких параллелей, если взять любую личность, которая сделала себя, там где-то вот, знаете, прослеживаются закономерности, это важно понимать. И далее, далее, значит, вот это вот всё это закрутилось, пошло, поехало, знаете, увидев, что это, то есть, как Леночка Блиновская говорит, я создала продукт, марафон желаний. Такими же продуктами были мои книги «Целительные силы» тогда. Вот, и они только пошли, подстегнули сами собой там люди с хорошими там намерениями, просто хапнуть на тебе, ну, всякое было. Издатели в основном, это такие люди, просто хапнуть, раз популярный автор, почему и нет. Поэтому они печатали до упора книги, видя, что они продаются. Вот, это, так сказать, как бы сказать, первый, вот, как бы сказать, такой этап моего, значит, успеха. В вера в себя, в вера в то, что ты сможешь. Потом пошли разные, знаете, вот эти вот, разногласия с партнёрами, как тебя там объегорить, и так далее, и так далее. Они хорошо, издатели хорошо, значит, это самое, погрели руки. Но, тем не менее, знаете, вот этот этап следующий, распространение вот этого всего, это уже, будем говорить, ну, особо рекламы никакой не было, никто ничего, это было сарафанное радио, всё это разлетелось, и, грубо говоря, меня узнала вся Россия. Видеть они меня не видели, а, значит, о, что есть такой. Даже с Москвы приехал один этот самый, и как раз он приехал на Лексусе там, это где-то был год какой-то, там, 94-й, наверное, 95-й, ну, где-то так. Вот, и он говорит, сейчас вся Москва занимается уринотерапией по Малахову, мол, и считалось, что, вот, как бы сказать, что просвещенный народ, это тот, который знает Малахова и уже, значит, занимается уринотерапией. И, кстати, он достиг хороших результатов, там у него что-то такое сложно было, вот, достиг. Ну вот, узнали меня, узнали меня далее, и, смотрите, я много, будем говорить, как бы сказать, не то, что занимался Индией, вот, в то же время я уже опробовал медитацию, я опробовал многие-многие-многие там такие вещи, потому что я печатал эти книги, я уже рассказывал, значит, договорился с Владимиром Григорьевичем Черкасовым, писателем нашим, он так особо неизвестен, из шахт, а он был как раз знаком со всеми там этими научно-исследовательскими институтами, ну, короче, у него была большая библиотека разного рода литературы, и вот эту литературю я, значит, перепечатал, как бы сказать, собирал материал, собирал, значит, материал, и мне, естественно, вот это вот, погруженным в этот материал, погруженным в йогу, ведь я там занимался асанами и так далее, медитации серьезно такие, ну, даже кундалини поднимал, ну, вот это такое, такое очень опасное дело, вот, мне, как бы, хотелось в Индию, вот, в Индии побывать, ну, что значит побывать, тут у тебя семья, тут у тебя какие-то дела, тут у тебя еще что-то, еще что-то, еще что-то, как говорится, не так-то просто, и вот в 2000, третьем, наверное, году, третьем или четвертом, ну, в фильме есть, там можно посмотреть, слаживаются так обстоятельства, сами собой, что я легко и просто в эту Индию попадаю на месяц, попадаю на месяц, и так как я, вот, интересовался культурой Индии, вот этими всеми, знаете, где там святые места, я так удачно там рассказал, группе, с которой я ехал, и мы посетили их, и посетили и Далай-Ламу, просто к Далай-Ламе мы там не доехали, вернее, доехали, но нас к нему не пропустили, и, значит, вот этот Тадж-Махау посетили, и вот этот Вриндаван, где Кришна был, и что там мы посетили, мы посетили золотой храм, вот в золотом храме, значит, когда я зашел в этот комплекс, а он весь из мрамора, и там озеро такое, озерцо, водичка там бьет, естественно, они его мрамор, все это, и сделали так, что как бы посредине этого озерца вот стоит вот этот вот золотой храм, ну, он там обитый медью, ну, по крайней мере, блестит, как золото, и вот у меня аж слезы навернулись, как будто я попал вновь к себе на родину, знаете, такое впечатление, ты вот как в баню входишь, это парит, вот это вот как раз так, как раз вечер был, и ты вот чувствуешь, знаете, когда ты попадаешь в какое-то родное место, в котором ты долго-долго не был, но которое оставило след в тебе, вот буквально, когда я там в доме бываю, ну, иногда, в котором я там жил, ну, себя там на площади труда, вот примерно такое чувство есть, а там еще такое-такое больше было, аж слезы навернулись, и тогда, и сейчас, вот она, вот она, это ж мое, кстати, даже жена, она похожа на индианку, видите, как, как судьба связала, очень интересно, а вот, побывали там, в Индии, и потом, смотрите, то есть, как бы сказать, твое желание, оно сбывается, да, ты подумал, ты загадал, как бы сказать, ну, желание было, вот, а вот, как бы сказать, как его осуществлять, вот как раз тут, Леночка Блиновская, она вот, в этом деле преуспела, однако же, однако же, будем так говорить, ну, пойдем дальше, вот, пойдем дальше, вернулся я там с Индии, то есть, все, пятое, десятое, близится 2006 год, и, наверное, где-то в 2005 году, в 2005 году, буквально-таки, уже зимой, то есть, это где-то ноябрь, возможно, октябрь, ноябрь, декабрь, я вижу, по телевизору показывает Эрнста, что-то он там рассказывает, и так далее, тут даже жена сидит, по-моему, и дети были, и он так, как бы, себя ведет, а я так им говорю, ну, ничего, небожители, я там тоже побываю, вот знаете, вот такая мысль, я хорошо ее помню, я ее бросил, трах-бах, 2006 год настает, и вот, пожалуйста, меня приглашает сам Константин Львович Эрнст, и пошла уже эпопея телевизионная, так как был сделан большой задел, в смысле, рекламы моих книг, грубо говоря, среди населения, все же я был на слуху, осталось тут просто в телевизор поставить, и посмотреть, что из этого выйдет, например, у Курпатова ничего особо не получилось, так как у меня, а мы практически одновременно пришли на первый канал, я слушал телевизионщиков, которые говорили, что, что и как надо делать, а он пытался как-то свою программу, там, вот так я вижу, а ему сказала как раз, Никонова, говорит, слушай, ну, вот так она не пойдет, так она, и так ее пробовали, и всякие ее пробовали, и наприкосляк, она не пошла, то есть вот, вот еще желание, видите, которое, как сказать, брошено, как бы сказать, неосознанно, опять-таки, я вот переключаюсь с Леночкой Блиновской, а тут, вот этот подход был тщательно изучен, я этим делом, хочу сказать, не занимался, ну, вот не занимался, хотя, как бы сказать, насколько я понимаю, у меня к этому задатки есть, именно вот, 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 понять вот эти пружины успеха, как на действовать, как на надобить, и прочее, прочее, так, ну, идем дальше, теперь, что касается, значит, смотрите, финансовых вещей, финансовых вещей, они, еще до телевидения, до первого канала, где-то, в 2000, по-моему, в 2006 году, еще, еще ничего не было, что я буду там на телевидении, или не буду, мне приснился сон, я его рассказывал, мне приснился сон такой, что вот, значит, копеечки, я иду, вижу, копеечки собираю, потом я, как бы, с горки спускаюсь, вижу, значит, такие большие, серебряные монеты, и в карманы, раз, раз, потом еще ниже спускаюсь, с этой, горочки, она такая, знаете, пылью припорошена, глиняная, вот, а там стоит такой, столик, вот, знаете, вот такие бывают столики, восточный такой, резной, и на этом столике, стоят с топками, серебряные монеты, такие, такая, вот, думаю, да, и я их только, бем, 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 значит, куда-то рассовал, короче, по карманам, спустился, посмотрел, никто не отберет, ага, не отберет, и вот на этом сон, как бы сказать, закончил, и смотрите, сон приснился, на следующий день приезжает с Украины, этот самый, издатель, и, значит, там где-то тысячи, что-то там, две долларов дает, ну так, гонорар мой, через месяц мне выплачивает, ну там, где, сколько там, тысяч шестьдесят, что ли, или больше, уже я не помню, но сумма гораздо больше, может, может, шестьсот, хрен, уже не помню, вот это, но сумма гораздо больше, я так понимаю, ага, это копеечки были, первое, второе, через месяц, я получаю вот эти вот, мол, это самое, те средние денежки, и у меня так встает вопрос, а насколько же вот эта сумма должна быть больше, последняя, нежели это, и знаете, вот, ничего не предвещает, откуда она придет, откуда она возьмет, ну, ноль, ноль, и вот я как раз в марте, начинаются записи программы, и так далее, пошло, там назначили, по-моему, мне пять тысяч в месяц, долларей, и я так думаю, сумма должна быть разовая, то есть это не то, что мне будут платить в это самое, в телевидении, она должна быть разовая, разовая, и вот уже веду передачу, то есть все, пятая, десятая, и как-то, знаете, уже начну я подзабывать об этом, подзабывать, и вот, это в марте мы начали, а где-то в 2006 году, в августе примерно, я встречаюсь с Нарбековым, то есть его пригласили на передачу, и он рассказывает, ну, есть такое издательство, Эксмо, они там хорошо платят, давай мы вместе напишем книгу, и так далее, и так далее, и говорю, ну, давай, ну, что-то книга у нас с ним не сложилась, а я думаю, думаю, ну, что, как-то это, пойду-ка я сам, узнал их адрес, туда прихожу, вот, они меня узнали, и тут начался ажиотаж, что, что, как, насколько ты себя продашь, и, короче, мы договорились, следующее, что, они мне авансом дают, сто пятьдесят тысяч евро, бац, пресс этот, хопа, домой, тут опять-таки, дочки квартиру купили, то, все, пятое, десятое, там, так сказать, вот такие вещи, то есть сумма, видите, как была, естественно, естественно, вот далось сразу, а, это все, тем не менее, пришлось, путем написания книг, путем они там, все права мои там взяли, издание книг, это все, отработать, все это я отработал, грубо говоря, все это нормально, далее, далее, значит, интересный такой вопрос, как раз, когда я ввел вот этот, по-моему, 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 еще, малахал плюс, там они зарплату повышали, и, значит, я вдруг слышу, так, а, знаете, есть зарплата, миллион, в месяц, а это, знаете, как-то загрузчил, о, вот кто-то, кто-то получает, миллион, почему-то, а почему не я, вот я себе такой вопрос задаю, а чем я хуже как-то, вот, знаете, вот такой пастыль пошел, а чем я хуже, почему не я, как, что, я тоже хочу миллион получать, и буквально таки, вот с такими мыслями я это, побыл, через буквально месяца два, откуда ни возьмись, подстегнулась реклама, тарарарарара, и я в месяц, значит, месяца три-четыре, получал по миллиону, если не больше, в смысле, месяца, вот, вот так я думаю, о, ты смотри как, надо же, как она бывает, вот действительно, как-то это самое, дальше, дальше, значит, смелый поступок, я считаю, в 2010 году, разогнали всю мою, команду, которая работала со мной, на программе Малахов плюс, вот, разогнали всех, я один остался, и все, ну, потому что я Малахов, и плюс, и плюс, да, совершенно новые люди, сделали, новую студию, вот, и как-то, какие-то там, знаете, продюсер, как это мне не нравится, еще какие-то там люди, пришли, ну, другие, с ними надо знакомиться, знаете, меня, так сказать, вот, напихом, вот, вот, вот эти будут вести, знаете, то есть, кто-то принял вверху волевое решение, дайте их всех убрать, этого оставляем, и программу мы форматируем под медицину, мы будем делать там рекламу, там, клиникам, врачам, там, таблеточкам, ну, и немножечко рассказывать попутно, о, там, допустим, здоровом образ жизни, о этой самой, народной медицине, и прочее, прочее, ну, короче, я, ну, как раз, был, это где-то август, наверное, август был, и в Москве, меня особо не ставили, перед, как бы сказать, что они там будут снимать, мне перед фактом, давай там, веди, и все, подобрали других, там, ведущих, Проклова там ушла, в свою там передачу, и я сижу, и у меня возникает мысль, а что я тут делаю, тут они про врачей рассказывают, про то рассказывают, про все рассказывают, про то, то есть я, если участвую в этой программе, я перечеркиваю все, о чем я говорил, усю перечеркиваю, и, грубо говоря, как бы сказать, переодеваюсь, совершенно, в иного, тот человек, который будет рекламировать, значит, эти самые, клиники, методы врачебные, там, таблетки, и прочее, 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 я так посидел, посидел, знаете, у меня возникает такая спокойная уверенность, ухожу, тем более, новые люди пришли, надо по-новому всю эту программу сделать, откуда снимать, куда выходить, программы долго длятся, съемки программы, это не такое простое занятие, как вам думается, это, знаете, какая-то трудоемкость, совершенно иного, можно сказать, формата, которая, знаете, она тебе не физически выматывает, она тебе выматывает на уровне сознания, это, естественно, потом и на физику передается, то есть, колоссально она тебе, это самое, а я тут только же, за эти пять лет, грубо говоря, приспособился, вошел в роль, как надо вести, то есть, все пятое, десятое, и на тебе, опять то же самое, и я принимаю решение, уходить, может быть, надо было поговорить там, с руководством, или еще как-то, или еще как-то, но я вижу, я до этого вроде как и обращался, что-то там такое говорил, никто меня особо там не слушал, да, короче, знаете, вот такое хладнокровное спокойствие, вот ничего тебе не сделает, и так и вышло, хотя какие-то обязательства были, и так далее, и так далее, и так далее, все это, и можно сказать, и закончилось на этом дело, далее, была работа на Украине, у Киеве, немножко, вот, там я уже сказал свой гонорар, тысячу долларов за передачу, хотя, я так понял, скажи, и две, и три тысячи долларов, они бы платили, ну, я, как бы сказать, вот так вот, сказал, вот это вот там получал, потом, значит, пошла там, грубо говоря, там восьмерка, вот это вот, я там сам уже начал руководить, потому что, те, которые начали передачу, люди, ну, то есть, не продюсер, а редакторский состав, они уже выдохлись, не знают, потому что, эти, это же производство, снимают, снимают, снимают каждый день, что-то там новое снимают, а что и как это, я говорю, они, не знаю, мы, чем будем снимать, я говорю, вы мне давайте только этих самых, людей сюда, я с ними поговорю, во время же этих съемок, нахожу тему, и тема прекрасная получается, вы знаете, те люди, которые работали тогда, вот на восьмерке снимали это, она говорит, ну, нам нравится это снимать, мы снимаем не какую-то там бредятину, которую, знаете, что-нибудь, еге-хаха-хаха-хаха-хаха, кстати, меня они, ой, пододвинули к этому огородному рэпу, знаете, я там вообще, знаете, грубо говоря, как, как, как алкаш, он держится-держится, дай ему там немножечко этого сам, стаканчик водки, и он уйдет, запой, я веселый человек, я веселый человек, можно так сказать, креативный, и я вот этот вот клип, который мы сняли. Я еще там закреативил то-сё, пятое-десятое. Но, огородный рэп. Ну, что есть, то есть. Я как-то даже особо не жалею. То есть, я могу, вот меня знают, как допустим, там, не то, что там целителя, а как вот писателя, пропагандирующего здоровый образ жизни. Но на самом деле мало кто меня знает. Я и тот, и другой, и пятое, десятое. И даже вот сегодня такой интересный этот частушку услышал. Я люблю эти частушки, запоминаю сразу же. Ну, посмейтесь. Бабуся одна поет. На столе стоит стакан, на стакане таракан, я его за усики, а он меня за трусики. Кажется, что есть, то есть. Человек многогранен, любой человек многогранен, и все это проявляется так. Так, одна из ранней, грубо говоря, грубо говоря. И вот наступает 2012 год. Я работаю на восьмерке, все нормально, хорошо. Там, значит, хочу сказать, где-то чистыми выходило 300-400 тысяч в месяц. Нормально, нормально. И тут меня приглашает опять на первый канал. Встречаемся. Что, что, как, что надо для этой передачи. То, сё, пятое, десятое. А, нормально. Вот. Ну, говорит, о деньгах договоришься с... Так, так, сам. Вот. Ну, с другими. Там, как раз, Курбатов был и Писарев был. Ну, я, знаете, как-то даже озвучивать не хочу, но против Леночки, Блиновской, это, как она говорит, если у человека, это самое, миллион в месяц, это какой-то нищий, считай. Вот. У меня было побольше. Побольше было? Так, не будем опишировать. И я эту сумму, вот сказал я чисто, вот так я хочу, глаза на лобку и у кого полезли, то есть, но тем не менее, это всё мне выплачивалось в течение года с лишним. Вот такая вот пачка пятитысячных. То есть, опять-таки, как, что, откуда, почему? Я даже, знаете, не писал сценарий, я просто вёл передачу, что там, что там сделали. Как будто бы это мне давалось за то, что, грубо говоря, я не добрал или не додали мне, когда издавали мои книги. Ну, естественно, и книги там издавались, то, 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 такое-то самое. Грубо говоря, был пиар, телевидение, книги, всё это шло. Вот. Ну, потом всё это, как говорится, закончилось. Закончилось, и всё это продолжение особого не имело. Но, возможно, возможно, если бы я жил в Москве, можно было там как-то зацепиться, то всё, пятое, десятое, и так далее, и так далее. ну, я как-то, вот как-то, знаете, можно, конечно, вот, и зарабатывать большие деньги, но при этом что-то ты делаешь, что-то там-то такое. А вот полностью быть свободным человеком, и вот как я с вами сейчас общаюсь, ничем не обременённым, хочешь, рассказываешь, не хочешь, не рассказываешь, и так далее, и так далее. вот получаешь свою пенсию, да, и вся недолга. Вот, это тоже очень большое, знаете, счастье и ну, удача, что ли, ну, вот, как-то ты сам. И вот здесь что я хочу сказать? Вот здесь я где-то себя подрастерял. То есть, книги уже написаны, да, можно ещё то-то сделать, можно снимать целебную кулинарию. Кстати, я зарегистрировал три торговые марки. Доброго здоровья, целебная кулинария, природная косметика. И если в них работать, рецепты и так далее, и так далее, всё это обрастёт, это как-то будет, но я вот особо как-то это самое, не работаю. А вот слушая, как бы сказать, вот это вот, а разве так можно? Вот как создала та же Леночка Блиновская бренд «Марафон желаний», оказывается, можно. И вот всё, что она говорила, это самое, я до этого уже прошёл всё это. И когда я вот это вот услышал, дошла до меня эта информация, естественно, она меня как-то, знаете, всколыхнула. И вот тут-то, тут-то, самое, как бы сказать, сейчас пойдёт интересное. Я вам сказал, медитации я сам себя обучил. Ну, как я медитирую там, я вам показал, правильно, неправильно, ну, вот так вот, кое-что у меня было, получалось и так далее. Согласно книге Свами Шивананда. У него есть такая книга большая, «Концентрация и медитация». Вот она мне попала где-то в 1900, там, 90, там, четвёртом, пятом, шестом-то, где-то, годах, вот так вот, примерно, попала. Если не раньше ещё. Я уже занимался медитацией, то и сё. И всё у меня получалось, как там написано. Вот. И я, естественно, красивые слова, я же вам рассказывал, стихи, то и сё. То есть, вот, что-то ты надумал научиться играть на гитаре. Научился, потом забросил. Научиться играть на этом рояльке. Научился, забросил. Вот я не знаю ещё, как я выдержал вот это, сочинять вот эту музыку, то есть, складывать её изготовку. И я всё-таки довёл до ума и показал вам альбом. Вот думаю, этим ещё заняться. Но одно дело думать, а другое дело заниматься. Взять себя за шкирку и так далее делать. Ну, короче, я как-то от всего этого прослушанного, опять-таки, я же тоже это могу, а почему, будем говорить, вот у меня ещё что-то не так. Просто-напросто этим делом надо заниматься. Чем я хуже, хуже там этих. Ну, единственное эти самые. Ну, ладно. Короче, чем я хуже? И вот, я вам показал свои медитейшн, такая, мощные. То есть, раз, если я решил, я действую сразу же. Это очень хорошее качество. Действовать сразу. Ты надумал, решил, не откладываешь там на завтра, там на послезавтра, на день рождения, на новый год и так далее. Ты начинаешь сразу же, потому что ты чувствуешь, что это важно, что это там вот именно то, что надо. Опа! Три медитейшн. Прочитал красивые слова и так далее. и вот, если вы что-то делаете, вот как меня просят, рассказывайте об этом. Я рассказываю о своей жизни. Это интересная вообще вещь, что мир, будем говорить, это не то, что мы здесь видим, а действительно имеется другой мир, тонкоматериальный, где там многие вещи там делаются, вообще-то делаются. Ну вот, короче, мне после всего, что я проделал, снится сон. Я на старой квартире, кстати, мне очень часто одно и то же снилось. На старой квартире обычно, знаете, снилось, что я захожу в ванну, она совмещена с туалетом, и унитаз, извините за выражение, засран тут все там, все в дерьме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это как раз дерьмо, деньги, 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 деньги. А унитаз, ну я не знаю, дело не дело, ну что-то там такое. Это все снилось. А сейчас, сейчас, я захожу в ванну, вот эту, совмещенную, смотрю, а унитаза-то нету пустое места. Я спрашиваю мать-покойница, мама, а где унитаз? Она что-то говорит, да, то ли там принесут, то ли у соседа, то ли еще что-то. Ну, якобы это самое. Скоро будет или не будет, ну, ну, примерно так. Ну, хорошо, сон проснился, я, значит, беру сонечек, я в свое время этим делом постоянно занимался и так для себя разбираюсь. И вот, оказывается, вот этот сортир, будем говорить, сортир, это вот, ну, можно так сказать, дело, или унитаз, это там, дело какое-то, а вот это вот, все это дерьмо, это деньги. А получается, что, мне создалось такое впечатление сейчас, что исчерпалось, деньги ты выбрал, дела нету, и что ты хочешь. То есть, интересно, так показали, нету дела, нету денег. Ну, мне уже, знаете, под 70 лет. надо вдохнуть какое-то дело, что-то взяться за что-то такое конкретное, что он создает продукт, грубо говоря. Ну, вот так вот, как раз я ответил и рассказал вам. Такая вот интересная беседа получилась, да? Талантливый человек, талантливый во всем, да, но этим надо заниматься, талантов много, а ты попробовал, это получается, ты попробовал, это получается, ну, и получается, и ладно, и забросил. Вот, значит, вот, Роза говорит, спасибо за откровенность и искренность. я искренне и откровенно с вами поделился, вот тем нутром, что у меня было, что у меня может быть. Вы очень многогранная личность, да, настолько многогранная, что надо где-то, где-то определиться с чем-то, с чем-то, либо, знаете, вовремя перейти с одного на другое там дело. Это тоже надо такое сделать. Интересно слушать и учиться вас. Ну, хорошо, как раз я и рассказываю свои университеты, как я учился и так далее. И вот Горный Мачо как раз пишет «Житейская мудрость, я выбираюсь сам, успеха, вам и прошу чаще записывать видео о жизненном опыте». Вот я вам и записал видео о жизненном опыте, что я продолжаю заниматься, но получилось какая-то какая-то неопределенность, определенность какая-то или какое-то самоуспокоение, знаете, вот, и вот этим я достаточно, и это у меня не есть, и то есть, и как бы сказать, хватит, и будя, и так далее. Ну, а тут, получается, надо, надо бы еще, грубо говоря, где-то там поднапрячься, что-то поделать. По крайней мере, тупо не проводить свое время, а с пользой, осознанно, взаимодействовать с пространством, что-то тут такое делать, вот как я делаю этот травник, ну, так я вот делаю, грубо говоря, знаете, в час по чайной ложке, чтобы активироваться. Раньше-то как было, как я зарабатывал эту информацию? Еще раз, я приезжал в ту же Москву, встречался с Владимиром Георгиевичем Чиркасовым, в его библиотеке посмотрел, отобрал те книги, которые меня интересуют. Меня интересовали там по питанию, по голоданию, по йоге, там по медитации, потом еще там по дзен-буддизму, что-то там такое, в чем я особо не разбираюсь, ну, ну, брал, знаете, жадный до знаний. Набрал, приехал домой, приобрел машинку пишущую, и я вот на этой пишущей машинке, вот как Леночка говорит, мне понравилось, понравилось пять лет для того, чтобы осмыслить вот этот, как это все дело сделать, вот этот вот марафон желания, это просто привожу. Я в свое время, в свое время проделал ту же самую работу, читал, писал, делал, и не один год, не один год проверял там на практике, там клуб был открыт и так далее. Вот, то есть, есть, что двинуть, что сделать, но вот побудительного мотива нету. Ну, вот не знаю, насколько мне вот этот вот, вся эта информация меня взбудоражила и я буду делать, но по крайней мере, вот еще хорошо отметить, я не курю, не бухаю, там, перестал там особо рыбу там ловить, что ее там ловить, когда это самое, лишь бы, знаете, получить удовольствие за счет смерти другого существа. Как-то я перестал к этому относиться. Вот, и вот, и вот, и вот, отдушина, вот эта, изодинамическая гимнастика, кстати, сегодня позанимался, и знаете, что хочу еще сказать, вот, очень важно сохранять вот то глубинное душевное спокойствие, а это глубинное душевное спокойствие, вот у меня буквально-таки бурю вызвало, как же так, люди делают, а я, понимаете, все это зная, я ничего особо не пробовал, так попробовал, да забросил, попробовал, да забросил, да как же так, вот это вот все же у меня. И там была потрачена значит, вот эта вот особая энергия, вот сегодня, но настолько тяжело, я сделал всего лишь на всего три упражнения, да, я там где-то немножечко прибавил в дожжими ногами, вроде как лучше стал поднимать штанга там на поясе, до жемлёжа не идёт, что-то у меня тут заблокированное, что-то так, я не понимаю, вот, и два остальных упражнения, я не стал, думаю, отдохну два дня и потом сделан, но, как я вам говорю, всё упирается, помимо знания, в самодисциплину и самоорганизацию, как только мы с вами научимся вот эти вещи делать относительно самого себя, вот тогда будет результат, который поражает. И я вам кое-что продемонстрировал, да, результат был, можно сказать, для города Каменска ошеломляющий, возможно, даже для Ростовской области, даже для России ошеломляющий, но вот дальше не последовало, и ещё тема, тема здоровья пересекается с официальными, значит, этим всем структурами, которые занимаются здоровьем, и тут среди них это, то есть что-то, что-то другое, что-то подобное, что-то это, почему я говорю о здоровом образе жизни, а не рассказываю там о лечении болячек, и так далее, и так далее, хотя люди, которые занимаются, они от массы болячек избавлялись. Ну вот, что я вам хотел сказать согласно ваших комментарий и упоминаний, и, наверное, на этой ноте закончим, закончим, и теперь собрав всё это, что я вам высказал. Ну, начнём трудиться, ну, примерно как-то так. А, время покажет. трудиться, «мwers»